Я знаю, что мать плакала, и мы еще этого не понимали, что это такая война. Я знаю, нам дали амбар родители, мы недостроенно в амбаре в этом жили. И вот это самое, я вот это помню, и объявили войну, а мы только крыша над головой была. Все доделывали сами этот дом, маломальский, чтобы выжить. Да, и тут, ну я слышала, что вот война, война. Только слезы и рыдания были. Бекши, Казахский район, село Тургень. В колхозе мы жили, колхоз, там небольшой поселок, и там был колхоз. Вот мы в этом колхозе за чашку этой каши работали. У меня брат был, его забрали тоже в училище военное, он закончил. В его фронте отправили. Отец, два или три брата, все были на фронте. Все были на фронте. Да. И отец, и... Да, он под Ржевым последнее письмо. Он писал письма, но брат забирал эти письма, он старше меня был. Ну, чтобы не расстраивать, оберегать? Ну, он пытался, он искал его везде, не нашел. А я мало касалась в этом, но знаю, что последнее письмо с подоржево было. Похоронки там приходили? Без вести, тут в скором нам пришла, без вести пропал. Пропал без вести? Да. Мы отца мало помним тоже. Они с матерью день и ночь работали, чтобы прокормить-то даже время тяжелое. А потом война началась и забрали. Тут война только выжить, война началась. И мы остались. Мы и мать-то плохо знаем, что она все день и ночь на работе. Старалась, чтобы мы как-то хоть выжили. С фронта вернулись, наверное, на нашей улице человека три. Забирали много. Я помню, как мы провожали отца. Его, наверное, раньше я не помню. Потому что они вывезли их на брычке. Человек шесть или семь сидело мужчин. Уже призывники, наш отец там сидел. И они только с нами попрощались. Ой, не могу. Ну, помните же вы этот день, вот как прощались? Конечно. Мы бежали, наверное, километр за брычкой. Рыдали. А мужчины все беспрекословны? Вот приказ был, и все собрались сразу. Ну, так и мужчины. Вот я видела, одна брычка шла. Там человек шесть сидело. Мать бежала. С нами, мы двое, наверное, были. Я не знаю, Сергей был, или нет, старший. Мы бежали. Мать ревела и мы. Никто куда пошлет. Мы не отказывались. И ночью, мать, я девчонкой была, научила меня вязать. Вязали рукавицы, носки. Для фронта. Для фронта? За это мы работали. И что скажут? Мы беспрекословно работали. Они отказывались. Мать идет на работу и нас за собой ведет. Старались, чтобы война быстрее кончилась. Им там холодно, без рукавичек. Ну, а как же? Верили. Потому и старались, трудились, чтобы как-то было жить легче. Родителям помогали. Мы были на поле. Тогда было где-то пшеницу пололи мы. Босые, безнадзутые. Колит руки, колючки, брунец рвали. Пололи пшеницу. На поле родители идут и нас за собой ведут. Мы это пололи за чашку пшеницы. Казан стоял на улице, на поле. Варили пшеницу. Прямо еще молодая там или какая была. Мы за эту чашку каши и шли с матерями на работу. Голые, почти босые. Работали. Потом приезжал на лошади в листовой. Мы работали в колхозе. В листовой приехал. Я не помню, кто он был. Председатель или бригадир сказал. Собирайтесь на митинг. Война окончилась. Мы схватились со слезами. Кто с радостью, у кого родители вернулись. Отца у нас не было. Прибежали на площадь от радости, со слезами. Там был митинг. Вытащили трибуну. Там стоял за трибуной какой-то председатель или кто-либо с района. Район у нас рядом был. Исык. И вот мы там прослушали, я не помню, что. Ну, сказал, как война окончилась. Да, победа. Ну, мы... Кончился митинг. Мы побежали домой. Пошли опять на поле. Мы голодные. Мы пошли опять два километра, чтобы эту кашу поесть. Мы голодные были. Ну, а как поработать? Доработали день. Пошли домой. И так и пошла наша жизнь. В работе. Они должны знать, как это все достается. Как мы пережили трудности. Надо работать. Надо любить. Мы любили. Делились. Никогда никто никого не оскорблял. Не считались. Делились последним. Огород копали. Соберемся, соседи копали огороды. Чтобы посадить. Я хотела, чтобы наше поколение этого не знало. Мы старались для этого. Спасибо тем, кто воевал, попал за нас, голодцы, братья.